Распространение ложных или, как сейчас модно говорить, фейковых сведений стало обыденным делом для официальных и неформальных источников информации Армении. Фейковые новости и поддельные видеоролики превратились в главное оружие информационной войны армянской стороны. За последний месяц тема сирийских боевиков в форме азербайджанских пограничников – излюбленный фейк армянских властей, облетевший многие российские западные СМИ. Зарубежные журналисты, попавшие под армянское влияние, принимают данную информацию за чистую монету и даже не удосуживаются ее проверить. Так неоднократно было доказано, что имена так называемых наемников были указаны в открытом списке сирийцев, убитых пару лет назад. С остальными подробностями данного материала можете ознакомиться на сайте ОХОАС. До сих пор армянская сторона не только не предъявила существенных доказательств, но уже и прославилась безумными высказываниями, что сирийские террористы из ИГИЛ врывались в супермаркеты и били бутылки с водкой, а тела убитых наемников сожрали кабаны в болотах Аракса. Затем информационное пространство накрыло волна фейковых видеороликов, якобы в подтверждение голословных высказываний армянских властей. Скомпоновать такой ролик не требует особых усилий. Для этого достаточно использовать видеоматериалы о боях в Сирии, которые легко найти в интернет-пространстве, а затем добавив титры и отредактировать его. Ну а если постараться, то при профессиональной озвучке и сценической постановке можно создать куда более правдоподобный материал. Я вам покажу, как изготавливаются фейки просирийских террористов. Заходим в YouTube, находим необходимое видео с арабскими террористами, с помощью видеоредактора выбираем необходимый отрезок, вырезаем, добавляем необходимые титры и фейк-ролик готов. Вот пример, как легко можно сфабриковать фейк-материал про террористов, который подготовила инициативная группа телеграм-канала «Карабах. Это Азербайджан», используя опубликованные в 2016 году видео из Сирии. Азербайджан Азербайджан